В апрельском выпуске журнала Благой Весть Я писал о женщине нищим духом И рассказывал о жене сына пророческого Знаете, был один сын пророческий Он женился, родил двух сыновей И поступил учиться к пророку И находился у него, у пророка, с супругой и с двумя сыновьями И ученик пророка всем сердцем любил Господа Бога Он был впечатлен Господом Богом Поэтому был готов отдать всю свою жизнь и служить Господу Богу Он поступил на учебу к пророку Получал обучение Однако его супруга же, она была не такой Она вышла замуж за мужа Живет с сыновьями И хорошо вроде бы жила Однако у мужа появилась вера к Богу Поэтому он решил отдать всю свою жизнь Господу Богу Потому что не жалко отдать себя Господу Богу Однако его жена же не могла понять, почему он так поступает Потому что как можно верить в Господу Бога Которого невозможно увидеть глазами Как можно полностью отдать свою жизнь ему Ей было непонятно Поэтому как бы она ни старалась поверить К сожалению, в ее сердце не появлялась вера Очень жалко, конечно, что так произошло с ней Однако она последовала за волей мужа Она хотела всячески стараться, чтобы адаптироваться Однако, даже если ты стараешься, ведь вера не появляется Только тогда, когда ты в сердце своем понимаешь, у тебя появляется вера Поэтому для нее проведение времени в этом месте было очень сложным И сын пророческий и также его супруга вроде бы жили хорошо Однако вдруг произошел неожиданный случай Ее муж однажды начал себя чувствовать неловко, нехорошо И однажды он умер Его супруга смотрит и так жалко Она думала, почему же мой муж, который верил в Господа Бога, умер? Почему же другие люди не умирают, а мой супруг умирает? И она не могла определиться в своем сердце И по воле мужа она изучала Библию Хотела научиться вере Однако, как бы она ни старалась, она не могла понять Знаете, она вроде бы делает Однако, поскольку ей нужно проводить время там, не имея веры Поэтому для нее было это очень тяжело Поэтому однажды эта женщина подумала Все, я больше не могу оставаться здесь И она сказала окружающим людям Знаете, мой муж искренним сердцем верил в Господа Бога Я видела это Однако, я не знаю почему, но у меня не появляется такая вера Знаете, я вот Говорят, есть Бог, которого невозможно увидеть Я не понимаю, как можно в Него надеяться До сих пор, я так старалась понравиться Но я не могу, не могу поверить в Господа Бога Поэтому больше Знаете, я не хочу притворяться, что верю в Господа Бога Потому что надеяла мне такая жизнь Вы, конечно, простите Однако, у меня нет веры Поэтому, если я буду здесь находиться дальше Мне кажется, я наоборот буду причинять только вред Знаете, даже те братья и сестры, которые окружали ее Они с большим сожалению отнеслись к ней И сказали, да, мы хорошо вас знаем У вас нет веры Но вы так старались здесь адаптироваться Мы знаем, что вам было тяжело Даже если вы вернетесь домой Вы все равно хорошо воспитаете своих сыновей Потому что они похожи на вашего мужа И поэтому он станет хорошими служителями Божьими Не забывайте о нас Пожалуйста, молитесь Давайте будем жить так, думая друг о друге Знаете, жена сына пророческого взяла сына Да, она потеряла мужа Однако, она отправилась для того, чтобы начать новую жизнь Знаете, есть люди, у которых вроде бы неплохо получается Однако, у нее же Она воспитывала своих сыновей Всячески усердно старалась И думала, что я смогу хорошо воспитать своих сыновей Так, если есть Царство Небесное То я встречусь с моим мужем И хочу послушать Как муж будет хвалиться своими сыновьями Знаете, она Хотела только одну Хорошо воспитать своих сыновей И поэтому хотела заработать деньги Однако, зарабатывать деньги Оказалось не так просто Как она думала Знаете, многие люди говорят Насчет деньгах И говорят, что если ты хочешь заработать деньги У тебя не получается А кто-то говорит, что вот глупцы, что не могут заработать деньги Знаете, есть люди, которые теряют банкротство Занимаясь своим бизнесом А есть также люди, знаете, которые имели разные теории Однако, нет людей, которые говорят, что происходит все по теории Эта женщина К несчастью ее Она взяла деньги взаймы Постепенно, постепенно ее долги растут И она старается начать новый бизнес Новое дело Но нет улучшения Только ее долг растет И поэтому она Своими сыновьями Не знала, как можно погасить ее долг Когда взаимодатели приходят Она говорила Давайте я вам через месяц верну Через три месяца вам верну Взаимодатели Знаете, вот пришли к ней Смотрят на нее Да, конечно, на словах легко сказать Да, через месяц, через три месяца Однако, они не видят, что у нее есть шансы Чтобы возвратить долги Поэтому Взаимодатель сказал Хорошо, мы можем подождать вас три месяца Однако, если спустя три месяца вы не вернете Как нам быть? Каким образом вы хотите вернуть долг, скажите, через три месяца? Скажите точный способ, которым вы хотите воспользоваться Однако У нее не было способа Взаимодатели сказали Хорошо Знаете, мы должны взять Да, эти деньги И я много думал Как же получить от вас эти деньги Давайте так Я подожду три месяца Если вы через три месяца не вернете Тогда Мы заберем ваших сыновей Продадим их в рабство Хотя бы так мы сможем получить наши деньги Вы уверены, что сможете возвратить? Да, я буду стараться Знаете, конечно, все должны стараться Вы что? Просто Не надо просто в пустую отодвигать дату Если три месяца спустя вы не вернете Тогда я заберу ваших сыновей И продам их в рабство И таким образом верну свои деньги Да, ей было обидно, что она потеряла мужа А сейчас Даже двух сыновей Сейчас Могут забрать Вы представляете, какая надежда у нее есть? Как бы она ни размышляла Она не видела перед собой пути Да Может, в таких ситуациях молился Но Бог не отвечает на мои молитвы Мне не кажется, что Бог будет отвечать на мои молитвы Знаете Как бы эта женщина ни думала Она Не может остановить что ее сыновей Чтобы не забрали А как бы она ни думала Она не может вернуть деньги, которые взяла взаймы И в этот момент Знаете, о чем она подумала? Да, она осуждала мужа Ей было обидно, что муж Оставил ее и ушел один Но в то же время Она думала В таких ситуациях Мой муж Да, у меня не было веры Поэтому я не уповал на Господа Бога Но Ведь мой муж всегда молился Господа Богу В подобных ситуациях И просил милости у Господа Бога Почему же я Поскольку не имея никакого способа другого Не зная, как верить в Господа Бога И как это вообще делается Она размышляла, размышляла Затем Она пошла к пророку Где учился ее муж И встретилась с пророком Елисея Да, многие люди Собрались вокруг нее и говорят О, ничего себе Ваши сыновья так выросли Как ваши дела Мы так рады вас видеть И очень радостно их встретили Эта женщина В своем сердце же Имеет очень серьезные переживания Осталось не так много времени И скоро настанет день Когда нужно вернуть долги И если она не сможет вернуть Тогда ее сыновей заберут И продадут в рабство И как бы она не размышляла Сейчас Ее сыновей хотят забрать Но у нее нет способа Чтобы спасти своих сыновей А также Если продадут сыновей Неизвестно, где они будут жить Где они будут находиться Никому неизвестно Ей казалось, что она одна Не сможет выжить без сыновей Поэтому эта женщина Идет к пророку Елисею Знаете, многие люди Которые были там Они были рады их видеть И поэтому они поздоровались Однако у этой женщины же Ее сердце же было заполнено Переживаниями К вечеру пришел пророк Елисей И она Села напротив Елисея И ей не о чем говорить И поэтому Подробно-подробно Рассказала все, что произошло И теперь Она рассказывает О той ситуации В которой она оказалась Однако интересно Пророк Елисей Смотря на эту женщину Он так рад ее видеть Почему? Потому что Эта женщина Не имела веры В Господа Бога И поэтому Не могла жить Да В Месте, где жил пророк Поэтому ушла оттуда Но поскольку У нее не получилось Жить по человеческому способу Поэтому она вернулась К Богу И сам факт Что она вернулась К Господу Богу К способу Божьему Для пророка Это было поводом Для большой радости Пророк Елисей Говорит ей Знаете Вот вы ушли И жили С человеческим способом Ничего с ней получилось И поэтому То, что вы смогли Вернуться К Господу Богу То, что вы Уповаете на Господа Бога То, что вы Надеетесь теперь На Господа Бога Это очень ценное Когда вы уходили отсюда Да, вы считали Что человеческий способ Лучше, чем Божий способ Однако Когда вы вернулись Вы Вернулись Потому что поняли Что способ Господа Бога Лучше, чем Ваш способ И это Доказательство того Что произошло Изменение В вашей вере Это значит Что вы сейчас Можете приобрести веру Да Совершенно верно До сих пор Когда Люди Которые верят Господа Бога И сталкиваются С трудностями Да Сначала нам кажется Вот так получится И сяк получится Однако Даже если человек Верит Господа Бога Если я Приду Господа Богу С этой проблемой Смогу ли я Решить Да Такие сомнения Могут появляться Однако Действительно ли Бог мне Поможет Действительно ли Он Решит Мою проблему Сейчас Мои сыновей Хотят забрать В рабство Сможет ли Господь Бог защитить Именно Об этом Большинство Людей Знаете Не имеет веры Когда Эта женщина Была живой Когда ее муж Был живым Да У нее не было веры И как бы Она не старалась Верить Да Она не могла Поверить Если Нет Господа Бога Невозможно Ни во что поверить Она как Блудный сын Использовала Свой способ Но блудный сын Вернулся Когда потерял Все что имел То же самое Эта женщина Не просто Пришла к пророку Елисей Но она пришла Господу Богу Когда нет Другого способа Нет другого пути Тогда Елисей Обнаружил В ней Это сердце Которое вернулся Господа Богу Да Теперь Она уповает На Господа Бога Надеется на Господа Бога И сам факт Этого Это есть Для пророка Елисей Большим поводом Для радости Знаете Мы Порой Идем в сторону Господа Бога Иногда Идем в сторону Мира Потеряли Средства Взяли деньги В кредит В банки Строим Строим Разные Планы Однако Каждый раз Когда мы строим Какие-то планы Мы Очень часто Не добавляем Наш план Господа Бога Эта Эта женщина Она Своим способом Пыталась Спасти Себе Но не получалось У нее Поэтому В конце Она идет Господу Богу На которого Уповал ее муж Она приходит И говорит Пророку Елисею Что значит Просить милость Это значит Она пришла К способу Господа Бога Пророк Елисей Очень рад Был ее видеть И говорит Да Давайте Теперь Если вы До сих пор Уповали На свой способ Теперь вы Осознали Что свой способ Бесполезный Бессмысленный И поэтому Вы вернулись К Господу Богу Это правильно Вы сделали Давайте теперь Будем бывать На Господа Бога Тогда Господь Бог Будет действовать В вашей жизни Знаете Эта женщина Она Верила Только В свой способ И Ее муж Умер В тот момент И Поскольку У нее Не было веры И поэтому Без веры Она не могла Находиться У пророка Поэтому Она убежала Оттуда Когда уходила Она думала Что Разве я не смогу Воспитать своих сыновей Я конечно смогу Заработать деньги Я смогу Хорошей Позаботиться О моих сыновях С таким сердцем Она вышла Оттуда Однако Когда она Столкнулась С ситуацией Она поняла Что зарабатывать деньги Не так просто Как ей казалось Поэтому Она взяла Деньги в кредит И хотела Когда что-то сделать Но у нее Не получалось И пока у нее Не получается Ее долги Росли только И не смогла Заработать деньги Она находилась В трудных условиях И эта женщина Она Когда уходила Из Дома Пророка Она Думает Когда было лучше Когда я ушла Или же Когда я уповал На Господа Вот такой вопрос Стал перед нею Когда она уходила Из дома отца Она думала Что даже если Я не буду уповать На Господа Бога Я все равно Смогу хорошо Воспитывать своих сыновей Я уверена Что я смогу И хорошо воспитать Так она думала Она ушла И начала Зарабатывать деньги Стараться Но как бы она ни трудилась Только долги росли И сыновья Оказались в такой ситуации Что И хотят взять Взаимодателей Но нет другого способа Чтобы защитить их Поэтому Эта женщина Потерпела Полный краб В своем пути И единственное Что она может Теперь уповать Это Господь Бог И когда она Хотела уповать На Господа Бога Впервые Она Понимает Что Чем свой способ Лучше обратиться К человеку Божьему Эта женщина Когда вернулась Когда она Хотела Знаете У нее был свой способ Как у блудного сына И поэтому С таким сердцем Уходила Однако Когда ушла Она потерпела Крах И поэтому Чем свой способ Она понимает Что лучше Уповать На Господа Бога Пророк Лисей Именно Это Начал Ценить В ней То же самое Это касается И нас Когда мы Видим Духовную жизнь Знаете Каждый раз Нам кажется Что будет хорошо Да У нас есть Такое сердце Однако же Если мы Поживем В этом мире Мы увидим Что Мы должны Иметь веру Перед Господом Богом В том Что да У меня нет Своего способа Нет своей силы И поэтому Божий способ Лучше чем Мой способ Тогда Когда у нас Будет такая вера Тогда Вера Начинает Укрепляться А не Просто так Знаете Когда я Начинал Своё служение Господь Бог Для того Чтобы ввести Меня Он так Сделал Что Во всех Моих Планах Были Разрушены Он Сделал Что Все Мои Планы Были Разрушены Как У этой Жены Сына Пророческого Это Женщина Сейчас Она столкнулась С такой ситуацией Что Её сыновей Хотят забрать В рабство И У неё Нет Другого Способа Чтобы Спасти Их Поэтому Есть один способ Это Обратиться К Божьему Человеку Она Обращается Не потому Что У неё Есть Вера А Она Обращается Потому Что Мой Способ Лучший Способ Божьего Человека Лучший Если Господь Бог Мне Поможет Именно С маленькой Верой Она Обратилась К Пророку И Пророк И Говорит Ей Хорошо 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 Что ты пришла Очень хорошо Что ты пришла Чем уповать на человека Намного лучше уповать на Господа Бога Знаете Люди Часто Думают Что если они будут уповать на Людей Будет Хорошо Однако Когда мы уповаем на Господа Бога Намного лучше И То Что у этой женщины Произошло Такое изменение Оно что позволило Оно позволило Ей Оставить свой способ И уповать на способ Господа Бога На самом деле Это Великая вера И пророк Говорит ей Как я могу тебе помочь Что у тебя есть Тогда Она говорит Что в доме У меня Нет ничего Нет ни пищи Ни денег Она говорит Да Есть сосуд С Елей И тогда Божий человек Говорит ей Пойди Сыновьями Своими И Собери Себя Сосуды И Не надо Брать Немного Много Возьми Эти сосуды Затем Наливай Эти сосуды Елей Знаете Удивительная вещь Произошла Эта женщина Когда использовала Свой способ Да Для нее Такие слова Казались бы Ерундой Раньше Она бы просто Посмех Посмехалась бы И ушла Однако Теперь Ее способ Весь Закончился Провал Поэтому Что Нужно собрать Суды И наливай туда Но у меня же Ведь только Один сосуд Сили Зачем Набирать Много сосуд Наливать Разве Есть в этом Смысл Какой-то Но теперь Поскольку У нее Нет своего Способа Потому что Ее способы Закончились И провалом Поэтому Она Не могла Не послушаться Глаза Пророка И поэтому Вместе с сыновьями Она Обратилась Ко всем Соседам И Попросила Сосуды Ее дом Был заполнен Сосудами И Положила Сосуды В гостиной И спальной Комнате Весь дом Был в сосудах И Теперь Эта женщина Поступает Не по своему Способу А по способу Господа Бога Она Начинает Наливать Тот сосуд Еле Который У нее остался Но Знаете Что Произошло Елей Тек И Тек Дети Удивились И говорят Мама Мама Посмотри Посмотри Мама Бог Помогает Правильно Да Наверное Отец Много молился За нас Поэтому Такое Происходит Знаете То Что Она До сих пор Никогда Не испытывала То Что За пределом Ее Мысли То Что Невозможно Чтобы Произошло Происходит В Ее Жизни Божий Человек Говорит Ей Такие Вещи О Котором Она Даже Не могла Представить Себе И Это Все Произошло И Когда Это Происходит Господь Бог Начинает Действовать Знаете Люди Спрашивают А Почему Бог Делал Что Ее Мож Рано Умер Но Знаете Если У нее Был бы Мож У нее Не было бы Возможности Приобрести Веру Представляете Как долго Она Роптала На мужа Но Когда ее Способ Проводился Когда у нее Не получается Тогда Эта Женщина Способом Господа Бога Да Способ Господа Бога Ей Не совсем Понятен И Даже В какой-то Мере Не подходит Ей И Хотя Ей Не Подходит Но Поскольку Ее Способ Неправильный Поэтому Она Может Только Идти Вперед Это Есть Сердце Этой Женщины Дорогие Братья Сестры Господь Бог Порой Так Делает Что Перед Нами Кажется Что Нет Пути Что Мы Стоим Перед Тупиком Почему Потому Что Мы Плохо Верим Господом Богом Мы Часто Уповаем На Свой Способ Еще Мы Не Стараемся Жить Способом Господом Бога Мы Хотим Жить Своим Способом И Поэтому Если Мы Приходим Воскресение Насовра Мы Считаем Что Мы Сделали Большое Дело Таких Людей Очень Много Однако К Нашему Удивлению День За Днем Каждый Раз Господь Бог Он Меняет Наши Мысли И Для Этого Ее Муж Должен Был Умереть Когда Ее Муж Умирал Ей Было Очень Печально Очень Было Жалко Но Господу Богу Было Видно Что Ей Это Необходимо Да Когда Она Поняла Что Своим Человечесным Способом Она Ничего Не Может Делать И Теперь У нее Остается Одно Уповать На Господа Бога Иначе У нее Не Получится Ничего И Порой Иногда Господь Бог Использует Подобный Способ Чтобы Нас Научить Двери Дорогие Братья Сестры Знаете У нас Есть Свой Способ Например Когда Слепому Иисус Сказал Пойти Купали Вефезда И Умыться Может Вам Или У Жены Сына Пророческого Пророк Говорит Пойти Собрать Сосуды И наливать Ели Кажется Это Лихо Но Для нее Это Не Лихо Почему Потому Что В ней Не Было Подобных Способов Если Она Не Оставит Себя То Подобные Вещи Невозможно Сделать Знаете И Сейчас Знаете Почему Вас Не Получается Вести Верой Потому Что Ваш Способ Господа Бог Отличается Вы Должны Оставить Свой Способ Чтобы Бог Мог Действовать Иначе Вы Не Сможете Быть Одним Сердцем С Господом Богом Сегодня Читая К евреям 10 главу На прошлой неделе В среду Я передавал Через 10 главу К евреям Слово И Мне Очень Много Хочется Говорить Об этом Слове Я думаю Что Многие Из вас Слушали Слово Да В среду И говорят Ой Хорошее Слово Однако Ой Я понимаю Это Слово Или Я не Понимаю Не так Должно Быть У вас Не В теориях Оставьте Все Что Вы Знаете В теории Вам Нужна Вера В Господа Бога Братья Иоанна Ужалил Скорпион И когда он Умирал Врачи Говорили О том Что им Осталось Два Или Максимум Три Часа И Не Было Никакого Способа Чтобы Спасти Его Врачи Говорят Почему Вы Только Сейчас Привезли Его Надо Было Привезти Его Сразу Когда Его Ужалил Скорпион И То Не Факт Что Его Мы Сможем Спасти А сейчас Яд Распространился По всему Организму Поэтому Сто процентов Умрет Поэтому Невозможно Его Спасти Врачи Говорили Что Мы Не Можем Ему Ничем Помочь Поэтому Уходите Братья Иоанн Знаете У него Остановилось Дыхание Врачи Делали Массаж Сердца И Сердцебиение Восстановилось Однако Давление Начало Падать И Остановить Сдержать Давление Было Сложно И Брат Чи Иоанн Понимал Что Он Умирает Так Ему Было Больно И Что Он Начал Думать Лучше Если Я Быстро Умру Когда Он Уезжал Из Америки То В аэропорту В Далласе Перед Сесть Самолет Отец Проводил Его И Обнял Иоанна И Сказал Иоанн Хорошего Тебе Путешествия И Самое Последнее Что Ему Хотелось Ему Хотелось Оказаться В объятиях Отца Но Как Это Сделать Ведь Отец Находится В США И Тогда Глава Нашего Филиала Со Слезами Позвонил Мне И Сказал Что Иоанн Умирает Он Сказал Пастор Пастор Чиоанн Чиоанн Умирает Пастор Я Сказал Успокойся Почему Ты Так Паникуешь Все Хорошо Но Иоанн Умирает Иоанн Умирает Пастор Я Сказал Спокойно Говори Что Случилось И Он Рассказал О том Что Иоанн Ужарил Скорпион И поэтому Он Умирает Знаете Я Сказал Могу Ли Я Поговорить По Телефону С Иоанн Наш Представитель Сказал Да Пастор И говорит Вот Йоанн Возьми Телефон Это Пастор Супак Я Сказал Йоанну Йоанн Скажи Пожалуйста Ты Слышишь Меня Да Пастор Я Вас Слышу Йоанн Тебя Ужарил Африканский Скорпион И ты Умираешь Врачи Говорят Что Ты Сможешь Прожить Два Или Три Часа Максимум Но Йоанн Послушай Меня Пожалуйста Сегодня Утром Я Читал Книгу Исайя И В сороковой Главе В тридцать Первом Сихе Написано А Надеющиеся На Господа Обновятся Все ли Йоанн Йоанн Это Слово Это Слово Господа Бога И Господь Бог Ни в коем Случа Не Обманывает Йоанн Я Не знаю В какой Ты Ситуации Находишься Сейчас Однако Чтобы Победить Дед Скорпиона Своей силы У тебя Не получится Поэтому Ты Умираешь Однако Для того Чтобы Ты Мог Победить Дед Скорпиона Тебе Нужна Новая Сила А Господь Бог Обещает О том Что Если Мы Будем Надеяться На Господа Бога Тогда Он Даст Нам Новую Силу Господь Бог Ни В коем Случа Не Обманывает Йоанн Надеяться На Господа Бога Это Не Тяжело Это Не Трудно Господь Бог Я Надеюсь На Тебе Я Смотрю На Господь Так Скажи Так Уповай На Господа Бога Тогда Господь Бог Он Обещает Он Даст Новую силу И Тогда Этой Сил Ты Сможешь Победить Яд Скорпиона На Самом Деле Я Говорю О Простых Вещах Очень Простые Вещи Таким Образом Я Много Раз Видел Как Люди Которые Умирали Остались Живых Надеющиеся На Господа Обновятся В силе Представляете Насколько Это Удивительное Слово Надеющиеся На Господа Обновятся В силе Йоан Он Умирал Знаете Тут Лучше Поверить Чем Не Поверить Но На самом Деле Невозможно Не Поверить Правильно Оказался В такой Ситуации Что Надо Уповать На Господа Бога Потому Что Это Единственный Способ Чтобы Спастись И За Это Не Надо Платить Даже В Сердце Йоанна Теперь Господь Бог Укрепляется Его Сердце Господь Бог Ты ведь Сказал Что Если Я буду Уповать На Тебя Тогда Ты Дашь Мне Новую силу Ты Ведь Не Обманываешь Ты Дашь Дашь Новую силу Хорошо Господь Бог Я Буду Уповать На Тебя Дай Мне Новую силу Но Знаете Люди Не Верят В Слово Господа Бога Они Больше Верят В Свои Мысли И он В тот День Даже Не Сильно Напрягаясь Он Понял Я Умираю Сейчас И Через Два Или Три Часа Я Умру Но Бог Сказал Что Если Я Буду Надеться На Господа Бога Тогда Бог Обновит Мою Силу Знаете Я Где-то Разговаривал Может 10-15 Минут Однако Знаете Он Все Рано Перед Смертью Поэтому Если Он Поверит Он Сможет Спастись Бог Говорит Что Ты Спасешься Если Поверишь И Видите До сих пор Он Жив Он Надеялся На Господа Бога И Сейчас Живет Поверить Ни в коем Случше Это Не Сложно Мы Просто Думаем Себе Что Это Сложно Надеяться На Господа Бога Почему Это Сложно Господь Бог Я Смотрю На Тебя Я Буду Уповать На Тебя Разве Это Нет Здесь Ничего Сложного Нет Потому Что Если Будем Надеяться На Господа Бога Тогда Мы Сможем Получить Новую Силу Знаете Что Нам Говорит Библия Посланники Еврея 10 Глава 16 Стих И Что Говорится Там Так Говорит Господь Вот Наступают Дни Когда Я Заключусь С ними Новый Завет Вложу Законы Мои В сердцах И в мыслях Их Напишу Их Господь Бог Говорит О том Что В нашем Сердце И в наших Мыслях Он Запишет Новый Завет Свой Закон Господа Бога Закон Иисуса В Ветхом Завете Есть Десять Заповедей Которые Были Написаны На Скрижали А Здесь Бог Говорит Что Он Запишет В сердцах Моих Что Запишет Закон Господа Бога Знаете Вот Например У нас В Корее Есть женщина Которая Делает Кимчи Казалось бы Одинаковое Блюдо Называется Кимчи Но Каждая Женщина Есть Свой Способ Приготовления Этого Блюда Когда Иисус Живет Когда Иисус Живет Когда Иисус Действует Есть Способ Который Использовал Господь Бог Был Закон Который Он Использовал Был Свой Путь Однако Когда Иисус Был На Земле Тот Закон Который Использовал Иисус Мой Закон Он Говорит Что вложит Наше Сердце И в наших Мыслях Когда Я Начал Читать Это Слово Если Мы Смотрим На Слово Тогда В нашем Сердце Наших Мыслях Есть Закон Иисуса Христа Аллилуйя Аллилуйя И во Мне Есть Путь Иисуса Христа Есть Способ Иисуса Христа Есть Сердце Иисуса Знаете Я Господа Господа Жена Сына Пророческого Когда Она Была У пророка Она Не знала Но Когда Она Вышла И Потерпела Провал Тогда Что Она Поняла О том Что Если Я буду Пользоваться Своим Способом Я Потерплю Провал И После Тех Дней Я Да У меня Появляются Разные Мысли Хотят Вести Меня Однако В Моем Сердце У Меня Появилось Неверие К Себе Все Мои Способы Планы Закончились Провалом И Тогда Да Лучше Я Не буду Пользоваться Этим Способом Потому Что Я Потерплю Провал Я Точно Понял Что Если Я Буду Пользоваться Своим Способом Я Потерплю Провал И Если Я Буду Следовать За Своим Способом Я Потерплю Провал Поэтому Я Не Могу Следовать За Своими Способами Тогда Что Мне Нужно Делать Мне Нужна Закон Иисуса Христа Путь Иисуса Христа, тот закон, который написан в моем сердце, вот что мне нужно было найти. Поэтому, хотя я плохо умею, да, до сих пор я жил своим способом, своим опытом. Однако, теперь все это необходимо оставить. Все это нужно выбросить. И, если я последую за этим, я снова потерплю провал. Раньше я думал, что я смогу добиться успеха, однако закончилось все провалом, поэтому я должен все это оставить, выбросить. И, Господь Бог, Он дает мне новый закон в моем сердце. И этот закон, знаете, когда я смотрю, мне казалось, что оно мне не подходит. Однако, постепенно, постепенно я начинаю его обнаруживать. И, то сердце Господа Бога, тот закон Господа Бога, Он сказал, что вложу законы моих в сердца, их мысли, их напишу. Иисус Христос, Он не просто так оставил нас после того, как мы получили спасение. Потому что Он знает, что мы можем впасть в грех после спасения. Поэтому Иисус Христос сделал, чтобы мы могли жить по Его закону. Он дал нам свое сердце и вложил свои мысли нам. Знаете, я верил своим мыслям, а Слово Господа Бога не мог поверить. Однако, когда я потерпел провал моей жизни, я понял, что все мои пути закончатся провалом. Поэтому, ежедневно, читая Библию, я начал искать сердце Господа Бога и начал обнаруживать. И этот закон, который я обнаружил, начал вести меня. Да, были те вещи, которые, кажется, что они непонятны, неясны. Однако, этот путь, который для жены сынопророческого был непонятен. Это какой путь, где ей нужно набрать сосуды и наливать елей. Когда у нее не было веры, ей казалось, что это невозможно, что это трудно. Однако, поскольку у нее нет пути, поэтому она упывает на Слово Господа Бога, и она не может не слушать Слово Пророка. И поэтому она просто последовала за тем Словом, которое говорит Пророк. И что интересно, что это были слова Елисея. Эта женщина, она послушала Слово Пророка и поступила, как он сказал. Знаете, что удивительное, я хочу вам сказать? Это то, что она смогла услышать слова Пророка. После того, как я обнаружил, что все мои пути провальны, я начал слышать голос Господа Бога, я начал видеть путь Господа Бога, я начал обнаруживать сердце Иисуса. А также, я понял, что если я буду следовать за своими мыслами, я потерплю провал. Как эта женщина? Как эта бедная женщина? А также, по Слову Господа Бога, как эта женщина наливает елей в сосуды, так же и я начал заниматься этими делами. Знаете, так было удивительно. Когда я оглядываюсь на прошедшую жизнь, мне кажется, что все это только снится мне. Знаете, в США, когда мы хотели провести семинар, за три дня губернатор что-то в США сказал, что мы не проводили масштабные мероприятия, поэтому мы перенесли наши мероприятия. Многие служители хотели приехать к нам на мероприятия, но не смогли. А сейчас связи с коронавирусом США находится в очень критическом состоянии. Слава Богу, в Южной Корее же коронавирус урегулировался. И раньше по 80 человек каждый день обнаруживалось, у кого есть коронавирус, сейчас стало 50, и я верю, что станет их меньше и меньше. На самом деле, это тоже все большое чудо. Такой некрасивый, как я, который жил, следуя за своими мыслями, потерпел крапк. Однако, Бог точно сказал о том, что я напишу законы моих в сердцах, их мыслях, их напишу. Когда мы внимательно посмотрим на наше сердце, есть слово Господа Бога, которое Он написал в нашем сердце. Знаете, я с того дня начал получать руководство от Господа Бога и начал передавать Евангелие. Начал вести мессианскую школу и начал евангелизировать, и также открыл церковь. Все это, кажется, что мне приснилось. Представляете, за три года, с 2017 года, 240 тысяч служителей услышали слово, которое мы передаем. Невозможно в это поверить. В этот раз, когда мы в США хотели провести форум христианских лидеров, также 3000 служителей хотели собраться. Когда я был в Латинской Америке, в каждой стране 500, 600, 700 служителей собирались и слушали слово. В Танзании 2 тысячи, да, 3200 служителей собираются. В Уганде, да, когда мы проводили собрание, посвященное Новому году, собралось 100 тысяч человек. За три года 230 тысяч служителей услышали наше слово. Это есть то, что Бог мне дал. Знаете, до сих пор я жил своим способом. Однако однажды, Бог показал, что весь мой способ закончится провалом. Как у этой женщины тот закон, то слово, которое Бог мне записал в моем сердце, то волю, которую Бог написал в моем сердце. Бог сказал, что Он запишет свои законы в моих сердце и в моих мыслях. И я, открывая Библию, открывая Писание, обнарушиваю их. То, что Господь Бог дал мне, я верую и начинаю делать шаг. Наш Господь... Знаете, как написано к евреям 10 главе 16 стихе? Если вы получили спасение, тогда и в вашем сердце, и в ваших мыслях, как слово пастору Супака, как сердце пастору Супака, в вашем сердце есть закон Господа Бога и путь, по которому вы должны идти, Господь Бог написал. Знаете, я жил до сих пор своим способом всего лишь. Однако, к моему удивлению, когда я читал Библию, наш любимый Господь Бог показал, что Он открыл передо мной путь. И когда я этими путями начал идти, тогда я видел, как Бог действует. Аллилуйя! Знаете, спасенный человек один, во второй получает спасение, их становится десять, становится сто, тысяча. Евангелистов становится все больше и больше. Да, порой они попадают под искушение, но потом они возвращаются к Господу Богу. И появляется путь передать им Евангелие об Иисусе Христе. Знаете, ежегодно многим людям через форум христианской силы ЛФ, через молодежный лагерь, через хор Грачас, через книги. Я рассказывал о том, что Иисус Христос жив, и действительно Он действовал в моей жизни. Дорогие братья и сестры, пожалуйста, прошу вас, умоляю вас, оставьте ваш способ. Знаете, не надо, как эта женщина, потерпеть крах, потерять все и потом вернуться. А сейчас обнаружьте закон Господа Бога, обнаружьте сердце и пускай оно ведет вас. Тогда Господь Бог удивительным образом, я верю, что Он будет точно действовать у вас. Аллилуйя! Я славлю Господа Бога. Знаете, во что я точно верю? Ситуация, связанная с коронавирусом, это тоже. Я считаю, что это инструмент, чтобы помочь нам. Да, есть сложности, трудности, это правда. И мы не знаем, какая ситуация предстанет перед нами. Однако, Господь Бог вместе с нами. Поэтому, Он будет вести, чтобы мы могли заниматься удивительными делами Божьими. И мы идем по этому пути. Знаете, на протяжении десяток лет многие люди глупо притворялись, что они мудрые и ушли из этой пути, которую Бог для нас приготовил и хотели пойти человеческим способом. Такие бедные люди были. Они думали, что их способ праведнее, чем способ Господа Бога. Но мы же теперь верим в Господа Бога. Мы веруем в Господа Бога. Он сказал, запишу законы моих в сердцах их и мыслях их напишу. Вложу законы моих в сердцах их и мыслях их напишу их. Он сказал, вложу законы моих в сердцах их и мыслях их напишу. Наш Господь Бог, Он говорит мне, что свой закон Он вложит в моем сердце и мыслях моих напишет. Всем нам Он это говорит. Поэтому в нашем сердце, да, Сатана дает разные мысли, открывает нам разные пути, но одно. Тот закон, который написал Господь Бог, тот закон, который Господь Бог написал, живет в моем сердце и ведет меня. Мы же до сих пор привыкли к тому, что дает нам Сатана исследовать за ним. Но как будто мы пересаживаемся на другой корабль. То же самое, давайте прекратим нашу жизнь и теперь будем жить по тому сердцу, которое Господь Бог вложил в моем сердце. Если мы будем жить по сердцу Божьему, тогда мы станем удивительными людьми Господа Бога. И мы станем удивительными служителями Господа Бога. Последнее время Господь Бог открыл многие двери ради Евангелия. И поэтому по всему миру многие люди получают прощение грехов и получают то образование, которое мы распространяем. То, что мы не могли даже представить, сегодня происходит у нас. Проходит год, проходит два года. И сейчас по всему миру я верю, что Господь Бог заполнит этот мир Евангелия. Когда мы смотрим, нам видны только наши мысли. Но если мы внимательно посмотрим, тогда и вас. Вы сможете увидеть закон, который вложил Господь Бог. И вы сможете увидеть мысли, которые Господь Бог вложил вам. И когда вы увидите их, обнаружите их, и когда вы будете жить, уповая на них, тогда во всех ваших делах я верю, что будет благословение Господа Бога. Я верю, что Бог будет помогать вам. Теперь не нужно идти, потому что вы видите. Не надо следовать за мыслями, которые появляются у вас. Размышляйте. Эти мысли дал Господь Бог. Это Слово Господа Бога или нет? Размышляйте об этом. Слово Господа Бога, которое Он написал в ваших сердцах и в ваших мыслях. И их возвышаете. И если вы будете жить, следуя за ними, тогда неважно, кто вы, Господь Бог будет действовать через вас, и Он будет получать славу через вас. Я уверен в это и верю в это. Скажите, разве это не удивительно? Даже через такого слабого меня Бог действует. И когда я думаю, что Он в будущем тоже будет действовать, у меня есть огромная благодарность. Знаете, мир тоже меняется. Но независимо от того, что мир меняется, Господь Бог будет вести нас. И когда я верю, что Он исполнит свою волю, у меня есть большая радость. Я верю, что через весь мир Бог получит славу. И за это я благодарен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова